Террор Лиги. Сегодня у нас встретятся команды Zero Squad и Second Sun Squad. Собственно, в противостоянии очень важен для обоих команд, но, наверное, самым важным оно является для команды Second Sun Squad. Это, напоминаю, бывший КПГ Гейминг, действующие чемпионы Террор Лиги. И счет у них сейчас не самый хороший, 2-2. Нужно побеждать. Нужно побеждать кровь из носу. И только в таком случае они, наверное, смогут дальше продолжать бороться и выйти сейчас с групповой стадии, потому что, ну, все сейчас, конечно, для них не так хорошо. Вот недавно только брал интервью оффлейнера команды, и Арбузик сказал, что они намерены тащить, они намерены побеждать. Что ж, сейчас мы, собственно, и проверим, так ли это. Ну, а у Zero Squad все прекрасно, у них 4-1 счет, они третий в списке на выход. Проиграют будет не так, может, неприятно, но победить, конечно, хотелось бы. Я не думаю, за эту победу также будут кровь из носу бодаться. Что ж, баны. Баны. Прошу обратить ваше внимание. Тролль банится против Second Sun Squad, конкретно банится он против Фаллана. Фаллан все-таки великолепный тролль, и никто этого отрицать не может. Ну, а Second Sun Squad отправляют тоже такие нестандартные баны. Не, видимо, ни дерева, ни Манки Кинга. Это у нас Сан Кинг и Дарк Сир. Интересно, интересно. Монетку выиграли Second Sun, забрать для себя сторону. Ну, а Zero Squad забрать для себя в дабл пик. Что ж, Магнус для Second Sun Squad. Прекрасно, то есть, как правило, не банят этого персонажа, его сразу же берут. Свен, кстати, отправляется в бан от Zero Squad. Сейчас один из самых метовых керри, самый метовый, пожалуй. Что ж, для Арбузикова Магнус-то. Варлок и Акс от Zero Squad. Прекрасно, вот такая дабла. Тоже очень метовые персонажи. Варлок за счет своего таланта, конечно же, прекрасного сейчас нового. Акса за счет Аганима, конечно, который его аптул, наверное, просто невероятно. Поглядим, будет ли Аганим здесь на Аксе, потому что Аганим, конечно же, увидеть хотелось бы. Так, по звуку все нормально ли? Почему-то я не... Давайте, наверное, немножко повысим звук. Совсем уж тиховато. Чтобы, так сказать, вам тоже было слышно доту. Давайте, наверное, даже еще чуть-чуть. Потому что, я думаю, вам помимо моего голоса все-таки приятно слышать спецэффекты и голоса героев. Что ж, Сакен Сан Скуат, еще один пик, саппорт, наверное, какой-то, дизраптор хорош. От врывов всяких, от Акса, на Глимсе его возвращать. Под Магнусом можно что-то добрать с контролем. Вот дерево не в бане. Очень бы, на самом деле, от Сакен Сан Скуат сейчас хотел увидеть трента. Но вот, видимо, резерв тайм они достаточно серьезно сейчас тратят. Видимо, как раз решают, взять ли что-то рисковое. И это Урса Вориор. Вот это риск. Вот это риск. Ну, слушайте, теперь, на самом деле, теперь с Урса Вориором можно уже, конечно, многое думать. Да, они открыли двух коров. Они открыли у Флейнера, скорее всего. Опять же, Магнус, конечно, может пойти в мид. Ну, и Урса может пойти в мид. Очень, с одной стороны, открыто. Но, с другой стороны, это уже два кора известные. И это можно как-то контрить. Селедку банит Сакен Сан Скуат. Азера Скуат. Ну, правильно, минус армор, конечно, под Урсу был бы максимально неприятен. Урса Магнус. То есть, импауэр на Урсу. Урса будет запрыгивать с ловерпауэра, разрубать противника. Ну, мы на это поглядим. Очень интересно будет это увидеть. Что ж, вторая стадия банов наступает. Опять Сакен Сан Скуат долго думает. Ну, что тут? Хотелось бы забанить. Акс Ворлок нам, по сути, ни о чем не говорят. Это просто хорошие персонажи. Просто мета. Если дальше банить мету, то, наверное, хорошо разору было бы какого-то отправить туда. Кто бы контрил Урсу инвокер. Инвокера, на самом деле, я бы советовал сейчас Сакен Сан забанить. Потому что, ну, инвокер, если вы его не берете, ну и вон нафиг. Серьезно. В данной ситуации для Zero Squad он бы очень хорошо заходил. Он всегда буквально хорошо заходит. Поэтому такое. Я бы, на самом деле, убирал. Убирал бы сейчас мидеров. Еще, если не хотите увидеть, то баньте Темпларку тоже. Сайленсера можно забанить, потому что Магнус не очень любит. Ну, вот да. Та самая Лина. Про Лину мы тоже забыли. Видимо, решили оставить. Вдруг Zero Squad забанит инвокера. Лина сейчас, конечно, тоже очень сильный мидер. В последнее время ее все берут чаще и чаще. И она, конечно, показывает себя очень хорошо через этот item build. Через Bloodstone постоянно на спам пассивки. Больно, сильно, страшно. Вот так вот медленно у нас очень пики идут. Особенно медленно идут пики у Сакен Сан. Мы видим, резерв тайм они потратили уже больше, чем наполовину. Ну, команда, видимо, настроена. Потому что, понимаете, сейчас счет 2-2. Проиграют они этот матч. У них будет 2-3. И я вообще уже не вижу, как им там дальше в хейтс-группы. Все будет очень и очень плохо. Zero Squad вспомнили, вспомнили этого. Rust of Mead. Rust of Mead обычно у нас с Сакен Сан, ну, бывший КПГ-гейминг брали. Очень даже успешно. Сакен Сан, в свою очередь, банит Террор Блейда. Ну, Террор Блейд просто, чтобы, не дай бог, не перепушил, не переформил. Потому что у Урсеевича Террор Блейда, конечно, ломать очень трудно. Эти его постоянные иллюзии еще. Не дай бог Сандер кинет нафиг, это надо, серьезно. Лучше забанить. И Zero Squad. Еще один пик. Не хватает им саппорта 4-й позиции, не хватает им мидера, не хватает им керри. Ну, наверное, саппорт 4-й позиции, какой-то ром. Как насчет МК? Не в бане МК. У нас обычно все эти персонажи. Дерево, МК, они отправляются в бан на первой же стадии. Сейчас их нет там, и поэтому милое дело было бы сейчас просто взять и пикнуть. Разве нет? Ну, вот дерево появляется. Собственно, о чем я и говорил, дерево появляется, и дерево... Ну, дерево хуже не стало, из-за того, что вы его не забанили. 7.06, или, господи, 8, когда забыл номер обновления. В общем, в последнем микропатче... Ладно, это был не микропатч, это был важный патч. Заговорился я, в общем. Но Trend Protector объективно как был силен, так и стал силен. Прошу прощения, я тут немножко альтабнусь, потому что я хочу проверить, правильно ли у меня идет стрим. Потому что у меня банально из головы вылетело, я же менял айпишник на то, чтобы перелететь на первый канал Сверхолиги. И вуаля, стрим идет, да, и у вас даже кого-то, кто-то даже есть на трансляции, это прекрасно. Что ж, мы возвращаемся в игру, благо ничего нового пока пикнуто не было, вы ничего не пропустили, мы продолжим. Очень сильно Reserve Time тратится к Кенсану. Они уже открыли двух коров, и они сейчас за это поплатятся, но мы вот взяли Дизраптора. Дизраптор, я им предлагал его еще раньше взять, потому что под Магнуса Дизраптор, конечно же, это самый, наверное, лучший саппорт. То есть ты ставишь свой, ты кастуешь РП, ты кастуешь Reverse Polarity, поцы стоят несколько секунд в стане, и как только он заканчивается, или чуть раньше, ты кастуешь на Кенетик Филл, Статик Шторм, все, профит. Еще лишние там 5-4-3 секунды Дизейбл, сколько действует Статик Шторм, 4 секунды, да ведь? Ну да, то есть длительность 5. Поэтому, сами понимаете, Дизраптор великолепен, великолепен. Отличный пик у Сакенсан, единственный минус в том, что рано открыли коров. Ну и Zero Squad, конечно, забрали Трантуху, я на самом деле боялся бы этого Транта, потому что если хорошо заиграет, то будет у вас хата гореть очень-очень рано. Zero Squad, Reserve Time тоже сильно тратят, что нужно уже кора брать, есть два саппорта, есть оффлейнер, нужен мидер или керри. Кого бы здесь хотелось посоветовать против Фурсы? Против Фурсы, конечно, хорошо бы зашел какой-то персонаж, которому можно рано собрать контроли, контроли можно. Может быть, нет, нет, с другой стороны, есть Эмпауэр, под Эмпауэром Урса разрежет этого Фантом Лансера, много он кого разрежет. Баши врожденные, Гирокоптер, хо-хоу, вот это игра! Zero Squad забирают Гирокоптера, я его тысячу лет уже не видел. Вот такого точно, наверное, никто не мог предсказать, Гирокоптер не сказать, что его вообще в этом роде патчи не трогали. Ну а Гирокоптер сейчас не то, чтобы сильно так популярен, но вот берут и не стесняются против Урса-Вориора. Конечно, если Урса ворвется, Гирокоптеру будет очень-очень неприятно, но с другой стороны тот же Гирокоптер может прекрасно настрелять. И МКБ ему идеально собирается. Так, стоп, при чем-то МКБ? Ладно, я что-то у меня сдвиг по фазе. Но Гирокоптер, как на мой взгляд, очень интересный пик. Возможно, не самый лучший, потому что все-таки Ранжевик у Урса ворвется, сделает больно, но как минимум это будет интересно. Как минимум это будет интересно, потому что такого мы уже давно не видели. Огар Мак, в свою очередь, это Кенсан Squad. И, ну что, Булка, Булка, лишний контроль. Опять же, Бладласта на Урсу. Урсе не хватает, так спида. Может, это даже будет Урса через Момочку, что в процентах лучше еще набафать на скорость передвижения. Будет такая бешеная Урса, если под Момкой, под Бладластом, конечно, только кости собирать. Зерус Скотт, последний бан, СФ. СФ, ну, СФ ультовать, конечно, мог бы очень больно под РП, поэтому да, почему бы нет. Ну, может, Секенсан Скотт хотели бы взять еще одного милишника для бафа Эмпауэра. Последний бан от Скинсан Скотт. Что, им сейчас остается забанить Мидера? Инвокер, ну вот, да, наконец-то Инвокер отправился в банк, потому что, ну, его, как говорится, в баш... Так, тут что-то происходит. Название трансляции поняли. Ребят, трансляцию, блин, серьезно, вас может беспокоить такая вещь. У нас команды слишком быстро зашли, и сейчас альтабаться, буду менять ее. Давайте, наверное, воздержимся. Главное, напоминаю, сражаются у нас сегодня команды Zero Squad и Секенсан Скотт. Собственно, Снайпер появляется от Секенсан. Интересно, ну, раз не СФ, то Снайпер. В принципе, такая альтернативная замена ранжевого ДПС Керри. Обычно такое любят брать под Тролля, но вот Тролля в этот раз забанили, и поэтому придется играть по-другому. Снайпер, конечно, слабо с Магнусом видится, только если Шарапнель накидать под это. Три заряда Шарапнеля, в принципе, больно. Или Аганим собрать и ультимейт туда зарядить. Ну, а последний пик. Блин, три секунды. Мидер. Queen of Pain. Queen of Pain. Слушайте, а теперь-то Урсу придется отправлять в мид, потому что Снайпер бы точно не смог... Нет, Диджей Злоу берет Снайпера. Ребят, мы сейчас увидим Снайпер против Queen of Pain. Ваши ставки, лично мои, не благоволят сейчас в данной ситуации персонажу Снайперу, потому что, ну, сами понимаете, Queen of Pain против Снайпера, парень без эскейпов, парень с абсолютно, конечно, минимальным количеством выживаемости. Сейчас будет стоять против такого агрессивного мидера. РЛ должен Снайпера просто максимально унижать. Я сочувствую Диджей Злоу сейчас. И только если это не будет свап, и Урса все-таки на Fallen пойдет в мид. Если Fallen пойдет в мид, то он, конечно, керри команда, он может пойти в мид, но он будет чувствовать себя чуть-чуть лучше. Чуть-чуть. Потому что Queen of Pain все равно в него всаживает кинжал, Урса не бегает, Урса получает. Queen of Pain, если что, блинк от его оверпауэра. То есть, ну, разве что Огрмаг. Разве что все спасет Мороус на Огрмаге и будет помогать своему мидеру постоянно, просто не будет от него отходить. В таком случае, конечно, есть какие-то шансы у Диджей Злоу. Сахами на Гирокоптере. Что ж, сражение начинается. Честно, напоминаю, у нас сегодня очень важное сражение для Сакинсан-Скуад. Все фанаты должны просто топить за свою команду, потому что, если сейчас... О, починили, наконец-то в лобе отображается компендиум. Так вот, если сейчас Сакинсан-Скуад проигрывает, то у них, соответственно, счет становится 2-3. И это ужасно для них. Дальше с таким счетом выходить из групповой стадии будет очень-очень трудно, поэтому кровь из носу надо побеждать. Что ж, Сакинсан-Скуад, Радиант, Арбуз будет стоять в оффлэне на Магнусе, Фалан, Вурса-Вориор. Пока непонятно, куда он пойдет. Огар-Маг, 4-й саппорт. Саппорт 4-й позиции. Диджей Злоу-Мидер. Он покупает он в Феррифайр и в Рейсбэн. Да, это, скорее всего, будет мид. Снайпер Диджей Злоу. Что ж, поглядим, поглядим. Ну и Император, капитан команды, Дизраптор, собственно. Это были у нас Сакинсан-Скуад. Что ж, их оппоненты. Зероу-Скуад, Дрим, 4-я позиция, Тренд Протектор, Мид, РЛ, Квинтопэйн. На саппорте будет варлок у нас Сартес. Сартес, я надеюсь, правильно ник прочитал. Ну и Сахами, керри команды, Гирокоптер, ну и оффлэйнер, Кентовчик, Кентовчук, Кентовчук, Акс. Что ж, начинаем. Дизраптор у нас сразу в мид. Дизраптор сразу в мид, сразу ставить варды. И примерно так же поступает варлок, только в оффлэйн. Интересно. Этот вар такой хороший, я бы сказал, но тут он нужен скорее для Акса, да? Чтобы если вдруг на него будут выходить, когда он будет фармить лес, понятно. Диджей Злоу мы видим, два пулинга танга и Фласка потом. У него катастрофически не будет хватать регена, на мой взгляд. Катастрофически, потому что два танга, ну, Фласка из него очень быстро выпадут. Дрим уже во вражеском лесу гуляет вовсю. И вот тут с Кентовчиком он сюда приходит. Они, мне кажется, сейчас будут джимать руну. И, кстати, у Кентовчика, прошу обратить ваше внимание, Рубовеном, Фарифайр. Как больно же будет. 94 тычки на первом уровне. Еще и подходит варлок. Это 100% руну они здесь будут отжимать. А с Акинсан Скотт просто не пойдут. Не пойдут. Что, один снайпер пойдет, что ли? Тут уже замес на самом деле идет. Урса. Урса дерется с Кентовчиком. Очень больно на стапл. Шадоу Ворд, конечно, на него висит. Но вот здесь, кажется, не получится. Дрим. Дрим дерет с Фауном. Император сейчас заберет руну. Император. Нет, пять секунд еще. Пять секунд до Сартос. Сартос просаживается очень больно. Сартос, наверное, самую великую вертность умереть здесь умеет. У него еще вешается. Исартос сейчас, скорее всего, умирает. Да, Мороз забирает для себя Ферст Блат. Отлично. Руну забирает для себя. Все-таки Мороз. Мороз. Отлично. Еще Император. Император. Дрим. Последняя тычка. Сейчас может добежать. Добежать. Император, конечно, отхиливается. Фауном бьет. И последняя тычка от Дрима. 1-1 счет. Но ФБ для себя все-таки забирает команда. Сакен Сан Скотт Дрим. Нет, пассивка не успеет сработать. Отлично. Сакен Сан Скотт зарабатывает для себя 2 фрага. Что ж. Вот такая вот ситуация. Конечно, сами для себя. Получается, как все было. Мороз забирает Ферст Блат. Дрим убивает Императора. Ну и Мороз еще и собирает для себя Дрима. Отличное начало от Мороза. Мне очень нравится, как и Райт от персонажа. Я это, в принципе, отмечал уже давно, когда еще у них тег был КПГ Гейминг. Ну и давайте, наверное, обратим внимание на линии. Здесь Арбузик у нас будет стоять против Сахами. Сахами пока один, потому что здесь, как мы видим, трипла такая своеобразная. Дерево тоже подходит к Аксу. Дерево подходит к Сартосу. Сартос будет стоять вот так вот. Интересно. Ну понятно. Здесь, в принципе, Сахами должен хорошо гонять Арбузика. И линию должен стоять комфортно. В свою очередь в Миду. Диджей Злоу, РЛ. Диджей Злоу чувствует себя пока более-менее комфортно. Даже по крипам уходит РЛ. Только если на личном скилле. На личном скилле снайпер может обойти РЛ. Конечно, несомненно. Кто лучше играет в Доту. Тот и лучше. Нет такого, что есть персонаж, который, ну прям никаких шансов не оставляет. Шансы есть всегда. И все это зависит от личного скилла. Только если Диджей Злоу перемикрит. Только если РЛ ошибется. В свою очередь основной экшен будет у нас на вот этой вот бот-линии, где, слушайте, тут дерево, дерево, Диджей Злоу, дерево, Диджей Злоу. Дрим. Отлично. Второй фраг для него. И вот так вот оффлейнеры начинают хорошо. Здесь еще и на самом деле под, господи, фендерстрайком. Фендерстрайком умер Акс. Только отошло дерево, понятно, тут же наполучал Акс за свою агрессию. Диджей Злоу умирает первый раз в Миду. Поглядим, как часто он умрет еще раз. Дерево до сих пор ждет. Орба вином у дерева. И... Одно дело, когда это куинтопейн против Диджей Злоу один на один. Против снайпера один на один. Это просто плохо. Но когда здесь еще и тренд протектор, это плохо вдвойне. Потому что, ну, ситуация здесь будет просто ужасная. Кентовчик. Больно. 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 Кентовчик, конечно, есть отличный-отличный подсейф от Трента, но... Фаллон не прощает. Он даже говорит, я не только на тролле нагибаю. Но получал, конечно, много орехов. Ой-ой-ой. Диджей Злоу. Диджей Злоу. Очень опять много урона. Очень опять много урона. Дрим идет, танковая тавера. И Фэрифар, мне кажется, сейчас спасает. Последнюю тычку не залетает. РЛ не может добить. Но вот, да. Но не должен догорать. Не должен догорать. И в свою очередь РЛ выживает. Император Тендерстрайк, даже если повезет, мне кажется, не добьет. Что ж, что тут на туплении? Мы давно сюда не отвлекались. Примерно ровно идут. Даже Магнус немного обходит. Не получается у Сахами полностью выгнать Арбузик. Арбузик, конечно, хорош. Молодец. В Миду. В Миду Диджей Злоу не удалось убить. И пока... Здесь вот Император ждет. Что, Курьер ждет? Курьер апнутый уже. Курьер апнутый. И ситуация такова, что у Тренд Протектор на половине ХП. Сейчас Диджей Злоу. Ну, что он сможет сделать? Диджей Злоу четвертого уже. Уже страшновато. В двоечку, кстати, вкачан кинжал у Кунту Пейн. Интересно. Вот такой вот скилл билд. Что ж, пауза ставится на третьей минуте. Отключается от игры у нас Fallon. Неприятно. Где он? На базе. Лоу. Постоянные лаги у нас у команд. Даже не знаю, на самом деле, в чем причина. Потому что, ну... Неужели так часто? Вот вы все играете, я уверен, в доту, кто смотрит данную трансляцию. Неужели у вас так часто лагает дота? В принципе, она у меня сегодня отключалась, да. Но это были проблемы провайдера, я уверен. Потому что на роутере красная кнопочка горела. Император приходит к Арбузику. Сахами неужели будут как-то просаживать? В принципе, Арбузик себя чувствует комфортно. У него регена нет. Он последний танк съел сахами. Его еще четыремя тангусами может гонять, дай боже. Кентовщик, в свою очередь, ушел просто в лес. Понимает, что будет ему очень здесь больно. Оставил одного Сартоса. Сартос. 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 Страшновато ему должно быть. Сейчас, если фауна вернется на линию. Что ж, мы продолжаем. Диджей зло. Мне все еще интересно, сколько он раз умрет. Пока только один. Еще раз идет тычка. Такая вот анимация корней продолжительная. Напоминаю, теперь у Нейчис Гуайс. Короче, у первой способности тренд протектора нет баша. Есть рут. Буквально его мини-ультимейт на одну цель. То есть, по сути, не станет, а делает все, что делает рут. То есть, можно, например, мантой выйти из него. Что ж, тут диджей зло далековато. Пустил своего оппонента. Ну и Фален возвращается после отлага на линию. Вот Сартос, Сартос, Сартос. Ну вот, если бы был еще Эмпауэр вместо, например, в троечку вкачанного фури-свайп. Ну, мне кажется, это вообще не хватает. Вообще не проблема. И Фален идет дальше за Тавр. Еще одну тучку осталось совершить. Он ее делает. Но сам сейчас очень в плохой ситуации. По нему кидается. По нему Дрим начинает драться. И у Дрима все-таки очень много урона. Поэтому Фален, ну, ТПшки у него нет, к сожалению. Он на ногах уйдет ли? Уйдет ли он на ногах? Да, кажется, уйдет. Кажется, уйдет урса. И поэтому... Долго потягивался кентовчик. Поэтому, в принципе, Фален играет оправданно, агрессивно. Оправданно, агрессивно. Кстати, Арбузик тут чуть не умер. Ух ты как, агрессивно играл с Ахами. А вот РЛ, мне кажется, пока диджей зло отпускает. У них крипстаты примерно даже равные. Даже немного обгоняет его диджей зло. Вот в чем тут проблема? Либо так хорош мидер команды с Акинстан Скотт, либо РЛ не доигрывает. ДДшка есть, мог бы на самом деле запрыгнуть, много объяснить, но вот пока не решается. На Сартес тут идет нападение. Сейчас будет Глимс, я думаю, да, Глимс есть. И Фален даже на лоу ХП просто под Фьюри Свайпсом и, конечно, добирает своего оппонента. Кентовчик все еще стоит в лесу, понятно, очень страшно. Он также мог бы и умирать, если бы выходил. Поэтому пусть умирает пока только Сартес. Сартес приходит, понятно, просто хоть что-то имеет, чтобы с этой линией третий уровень у него. Ну вот, посмотрите, на нем Фален уже заходит просто за тавер. Вообще абсолютно не оставляет никаких шансов. Понятно, Фален такое агрессивное поведение. Думаю, правда, против Варлока, который не имеет эскейпов, не имеет ничего. И еще раз умирает Варлок. 0-4 для него, а Фален имеет 4-0, соответственно. Не бояться вот так вот разгонять Урса Вориора. Что ж, по игре пока можно сказать, что Сакен Сан Скуат в принципе немного доминирует над своим оппонентом. Полторы тысячи они имеют преимущество. Диджей Зло умер только раз. РЛ не смог реализовать как-то свое агрессивное начало. И сейчас еще рискует умереть. Рискует умереть, если сейчас дотянется здесь Дизраптор Глимсом, но он Глимсом не дотягивается, и поэтому спасается здесь РЛ. В Глимс 2 уровня не хватило. Не хватило. Что ж, Диджей Зло. Отлично отставил мид, можно сказать. Дальше будет выходить Фейзы Драгонлендс. С Ахами. В свою очередь также не удалось, я бы сказал, прогнать Арбузик. Арбузик все-таки играет великолепно. На мой взгляд, все-таки Арбузик мог бы здесь сильно пострадать от Сахами, но вот не пострадал. Дрим. Дрим же начало, ну, реализовал, да, как бы сделал один фраг, сделал второй фраг. Но вот, опять же, не смог объективно объяснить Диджей Зло, что он зря взял снайпера против Куэн Тупэйн. Идут Смакак, извините, временем в мид. Кентовчик. Кентовчик. Кентовчик, мне кажется, приплыл. Сейчас ему тут накидают Шрапнель, и... Да, стан идет, Диджей Зло. Кентовчик хоть и под сейвом, но вот сейчас ультимейт от снайпера. Ой-ой-ой, кулдаун кидается сюда от Гирокоптера, но тут же на Глимсе его возвращает Император. Что ж, отличная игра. От Сакенсан Скотт еще и Сартас здесь. У Магнуса есть РП, могут выйти, могут попытаться выйти. Просто двоих сейчас даже забрать. За Тавр, конечно, прячутся игроки команды Зеро Ускуад. 8-2, Сакенсан начинают. Восьмая минута. Давайте, наверное, переключимся на Нетворсы. 3200 у Фаллана. Ну, конечно, 4-0 игрок. Этот кэрри, наверное, великолепен на всех абсолютно. А снайпер даже чуть-чуть перегоняет своего оппонента Куинтопейн, которая, к сожалению, на мой взгляд, не доиграла. Не доиграла, не смогла, так сказать, своего оппонента перекейсить, переубивать. РЛ, кстати, вот тут сквопой. Сквопой РЛ. РЛ сейчас хастой, точнее, не сквопой. И, ну, вот опять ничего не может даже. В 900 хп снайпера, 8 брони, уже, казалось бы, не такой он тонкий. Регена, конечно, по сути, сейчас нет. То есть у него ни ботла, ничего. Ботл не очень любит покупать нас снайперов. И Драгон Лэнс он будет выходить. И вот без Регена, конечно, будет неприятно. Без бронт-маски, без всего. Ультимейт в кого-то всаживают тем временем. Что ж, сахами. Посмотрим, какой, кстати, здесь айтембилд выберет сахами. Мне очень интересно, будет ли это классический гирокоптер. То есть Фейзы, Саша, Яша, МКБ, БКБ. Либо что-то, может, новое покажет. Там сахами. В частности, когда он играл на Люкане, он нам показал новое. Много нового. Арбуз тут дальше будет входить в Блинк, понятное дело. Мороз пока... Поглядим, Форстаф, может, разные. В принципе, Фалон выходит в Блинк после Морбит Маски. Приятно. Интересно, когда он будет забирать Рошана. Дрим пока ничего хорошего не имеет. Будет входить в Солор Крест стандартный для дерева. Куин Тупейн. Поглядим, Арчита гоним. Разные варианты. Рут, 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 диджейз. Уаа, ультимейт. И вот так вот РЛ с ультимейтом уже Куин Тупейн не оставляет шансов снайперу на нормальное нахождение в меду. Просадить, регена нет, убить. Все банально просто. С Дримом, конечно, можно это делать. Рут, конечно, очень мало сейчас длится. 0-4, это совсем неприятно. Но вот Макси, то он Ливен Арморг, чтобы помогать своим тиммейтам. Хилетовера. Акса, Блинк, через еще много. Полторы тысячи голды нужно фармить. Опять пауза у нас ставится. Дизраптор, теперь уже Сакен Санскуат. Неужели опять у Фауна какие-то проблемы? Неприятно вот так вот с лагами когда играть. Конечно, да. Что ж, ну и по игре у нас здесь ситуация такова. В принципе, преимущество как-то с Сакен Саном немножко растеряли. 500 голды отдали оппоненту. И несмотря на то, что фраги 8-3, преимущество тысячи голды на 10-й минуте. Но это не такое огромное, не такое большое количество, господи, не такое большое преимущество. И поэтому, в принципе, можно сказать, что Зеро Скуат держится бодрячком. Молодцом они держатся и могут своего оппонента переформить в данной ситуации. Ну, понятно, это все-таки Геррокоптер. Геррокоптер под флэг Кэноном фармит, ну, определенно лучше, чем Фауна. И ситуация такова, что, казалось бы, в лите лучше Пикс Экин Сан, потому что все-таки это Снайпер, это два кора, это РП. Но в мидгейме, если этот Геррокоптер раньше, панально, нафармит... Раньше нафармит, потому что он один кор, такой вот фармящий. И, понятно, все стаки, все-все будет оставаться ему. И вот когда он нафармит... Опа-па-па-па-па-па-па. Фалон просто зашел, наказал кентовчика, кентовчик, понятно. Слишком агрессивно. Так, Геррокоптер, Геррокоптер, ты же должен фармить парень кулдаун. Он бросает тут, и Мороз отходит просто на ход, понятно. Понятно, дерево еще приходит, Dream, Dream, Сахами, договора, ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не зацепила в арбузик, мог бы убивать, мне кажется, там 220 кп, да, там, четвертый уровень. Шокфейв, 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 через одну секунду сейчас пойдет Шокфейв, как же неприятно, Сахами беги. Беги, Сахами, Dream дерется на своего оппонента, Сартес подходит, Shadow World кидает на Сахами, 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 Сахами выживает после горелки. Ой, как неприятно, опять промахивается арбузик Шокфейв, два раза уже промахнулся, мог убить Сахами, но арбуз, арбуз уходит. Еще один Шокфейв, вот такая вот игра. Магнус хорош, определенно. Так вот не договорил я, если здесь Геррокоптер просто банально раньше выформит свои айтемы. Нетворц его, конечно, об этом нам пока не говорит, Сахами чувствует себя не очень хорошо, но вот если он выформит, все-таки сейчас у него исправится, вот у него есть стаки. На иншентах и мустаки, интересно, делают ли? Пока нет, но надо, 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 потому что это Геррокоптер. Геррокоптеры любят фармить иншентов. Так вот, нафармит он банально, забирает сейчас Сашу Яшу, БКБ, МКБ и пойдет с ней драться на 35-30 минуте, но он будет сильнее, чем не до конца дофармивший Снайпер, не до конца дофармивший Урса Вориор. Хотя, казалось бы, много ли Урсе надо Блинк, Владимир или Масков Мэднесс и Фейзы. Там уже дальше максимум Абисал, пиковая форма, так сказать, Урсы набрана. Фаун пока не что-то фармить, на Блинк, на Рошана ему здесь пока выйти будет трудно, потому что все-таки Дайер у нас Zero Squad. Что, вот весь Сахами вместо того, чтобы фармить, с Трентухой выходит на Снайпера, что будут вот так вот делать? Снайпер, кстати, вкачивает себе 15-курсия атаки вместо 5 мя на секунду. Ну, наверное, правильный выбор решает, что Кларити хватит, чтобы регенить свой ультимейт плюс Шрапнель. Рейндроп также дают хороший Легенд, в принципе. Ну что, ну Сахами не фармит, пока вот здесь пытается он выйти на этого Снайпера. Кентовчик также пока помочь команде как-то не может, потому что Блинк фармит. Арбуз пока вот, например, в этой ситуации более кардинальный, он не приходит никуда, он еще ни разу РП не давал, у него 0-0-0. А зачем, если у тебя нет Блинка? Так и в этой ситуации, зачем Герокоптер дерется, если у тебя нет айтемов? Сейчас Арбузик пытается посоедать, но Арбузик просто на Скивере уходит и правильно делает. Так, немного альтабнемся. Все нормально же у нас на стриме, да? РЛ, поглядим во что, все-таки будет выходить 2000 сверху, пока не открывай нам. Ну, Арчит, наверное, так бы уже поинт бустер купил. Арчит или что-то. Дрим, 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 умирает. Кулдаун. Сахами. Ой, он ловит Сахами! Статик что? Сахами! Нет, не уйдет уж здесь парень. Как неприятно. Потерялись за Росква двух своих, собственно, персонажей. Один из них, Корр, Сартос, Фалон, Фалон бегает. Куспик, как под Хастон, больно бегает. Больно быстро он бегает, а вот Сартос сейчас будет больно. Находит он его, и Сартос пытается прожать ТП, но сейчас, мне кажется, не дадут ему это сделать. Да, еще и Скивер. Сверху Фалон. Показывает неудержимость этот Урса Вориор. И надо за Росква что-то думать. 12-3 счет, 3000 преимущества уже у Сакен Сан. Ребята бодаются за эту карту прям не нажить, а насмерть. Блин, Урса Вориора уже есть. Вернее, деньги на него есть. Само Блинка пока еще нет. И Зерус Код пока не так хорошо себя чувствует. Не до конца реализованный Трентуха. Все еще 3-2, который идет. Недоформивший с Ахами. Без Блинка пока Акс. В оффлейне, который вроде как был в оффлейне, но вроде в лесу. Кунту Пейн, которая все-таки выходит, ворчит. И не смогла Диджей Зло нормально, так сказать, покарать. Все это определенные проблемы для Zero Squad. Потому что Сакен Сан останавливаются, не собираются. У них есть Фалон, у них есть Диджей Зло. Диджей Зло будет дальше выходить в Майлс Шторм после Драгон Лэнса. И в принципе с таким персонажем уже можно много объяснять. Так, ТПшки, ТПшки идут. ТПшки сейчас идут, кстати, к Шторму через 2 секунды. Буквально Фалон. Фалон врывается на Сахами. Боль на Сахами. Кулдаун набросает. Голем падает. Также ультимейт на Сахами. Ультимейт на Сахами сейчас может умирать. Ультимейт от Дрима. Отлично, отлично, отлично. Отлично, но отличный прокаст от Релла. Как же он сбривает всех. Магнус падает. Падают 2 саппорта. Фалон пытается драться. Диджей пытается драться. Но Фалон уходит. Просто уходит. Диджей Зло. Диджей Зло. Диджей Зло. Бодиблок от Релла. Орол. 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 Так, Диджей Зло. Диджей Зло может умереть сейчас. Или все-таки выживет. Да, Релл прыгает за ним до конца. Отлично, отлично. Вот так вот слишком агрессивно повела себя Квапа. Но, конечно, хочется отметить, врыв от Queen to Pain был шедевральный. Наверное, вот этот вот врыв, когда она отсюда костанула все вот сюда, было хорошо. Было хорошо и, собственно, зарешало многое. Арбузик моментально склеился, моментально склеились два саппорта. Фаллэн просил так, что пришлось блинкиваться, фармить аншентов. Шсахами, наверное, понимаешь, что выживаемости у них здесь не хватает. Саша Яша, два рейндропа даже купил для себя. Кентовчик Blink вышел, сейчас будет входить в Blade Mail. Тренд протектор с отличным сейчас последним замеси обергроу. Конечно, многое смог. Фаллэн выходит на Рошина на 16-й минуте. Информация интересная есть, нет? ДДшка, почему Фаллэн не заберет? Она его держит зло, забирает и будет настреливать. Есть кулдаун, есть врыв атак. Сейчас будет просто врыв атак. Ну, куда-то, куда он врывается. Врывается он на Дизраптора. Ставится вроде хороший. Статик Шторм. Да-да, отличный Статик Шторм на самом деле-то по РЛу. РЛ неприятно. Ничего не может выйти. РЛ умирает. Сахами, конечно, смог, казалось бы, многое объяснить. Фаллэн забирает все-таки Аэгис и Дрим здесь уйдет. Двойное убийство для ДДЖ. Зло 5000 преимущества уже для Сакен Сан. Там 18-7 счет. Что ж. Вот с такой игрой Сакен Сан Склад могут тащить эту игру. Не просто могут, они могут ее закончить довольно-таки быстро, потому что, ну, сейчас у Фаллэна есть Аэгис. Фаллэн дальше будет выходить в интересный айтембилд. Это будет Дезолятор. Не Башар, Дезолятор. Повышать будет количество урона. Будет минусить броню. В принципе, есть, думаю, у кого минусить, потому что, ну, у Геррокоптера ее не так много. Условно, вот сейчас у него 9 броней, плюс там 2 от Аквилки. Итого, 11. Из них ты оставляешь 4. Геррокоптер недоволен. Акс также, ну, не самый бронированный персонаж, будем честно. Варлок мы молчим, Тренд мы молчим, Квапа мы молчим. Дезолятор, думаю, будет идеальным выбором здесь для Фаллэна. И такой урса, это по-настоящему страшно. Теперь Zero Squad ставят паузу. Что ж, Акс, как мы уже отметили, будет выходить в Блэйд Мэйл. Во что же будет выходить Геррокоптер? Я понять не могу, это очень бедный Геррокоптер. Вы посмотрите, 4 тысячи нетворса у Керри команды Zero Squad. У Керри команды Zero Squad. То есть вот тот Геррокоптер, которым я так радовался на стадии пика, ну, теперь он выглядит очень-очень блекло. Казалось бы, либо нам еще раз дота напоминает о том, что все-таки надо следовать Мэте, либо все-таки не стоит оставлять одного своего Керри против вражеского оффлейнера, тем более, когда это Арбузик. Арбузик все-таки играть у нас умеет. И с Ахами сейчас в очень плохой ситуации. 4 тысячи нетворсов, его перегоняют оффлейнеры, его перегоняют все. Даже Огрыма мороз душит в спину, можно так сказать. И что им здесь делать не представляю нужно. Только затягивать в какой-то теперь уже серьезный лейт, конечно, ни о каком Саши Яши БКБ МКБ на 30-35 минуте говорить даже не стоит. Опять же, касаясь того, что лейт лучше все равно у Сакенсан, я аутов сейчас от Zero School Wat вижу не такое большое количество. Так, Фалан, Фалан, кентовчик, кентовчик, кентовчик сильно бьет, сильно его бьет, очень больно, и калдаун падает. Ультимейт по кентовчику еще от снайпера залетает, кентовчик жив. Какой РП? Какой РП? Разрывает Фалан тут все. Голем падает, отличный, казалось бы, но Фалан бьет по-прежнему, у него есть Аегис. И сейчас это только Аегис вразменно уже Дрима и вразменно кентовщика. Господи! Сартос, беги, родной. Какой РП от Арбузика великолепная! Просто по всем, казалось бы, было, и Фалан выдал огромное количество урона, сразу же врубил энрейдж. Да. Вот с такой игрой от Сакенсан, вклад, конечно, бодаться трудно. Что же вы так, ребята-то, начали плохо? Ну, как говорят наши русские пословицы, долго запрягаем, да быстро едем. Сакенсан сквад, КПГ гейминг, действующие чемпионы Террор Лиги. Я думаю, эти ребята могут показать настоящую доту и показать еще все-таки своим оппонентам, где раки зимуют. Которые сейчас там, но 5-0 идут, реликт, реликт. Сакенсан возвращаются, КПГ возвращаются. Фалан, Фалан врывается на кентовчику, ультимейт еще идет по кентовчику. Вот этот снайпер, господи, своими ультимейтами неприятными. Под энрейджем Фалан, по Егиса нет, загулял слишком далеко, с Ахами ему объяснил. Драгонлайнс будет выходить Герокоптер, ну и надо отходить. Сакенсан надо отходить. Что ж, РЛ, РЛ. Есть у него Арчи, дальше в БКБ. Аганим пока откладывает. Ну понятно, БКБ, наверное, все-таки хотелось бы получить против вот этих станов, против статик-штормов, против банально неприятного снайпера с ультимейтами и Шрапнелью. Снайпер пока все-таки больше урона выдает магии. Постоянно ультует, постоянно накидывает Шрапнель. Ну что ж, шесть с половиной тысяч преимущества сейчас у Сакенсан-скуад. Девятнадцатая минута, счет 29 в пользу Сакенсан. И камбечить нужно это как-то за Роскуад. Нужно собирать быстрее Аксу Аганим, потому что, напоминаю, Аганим сейчас для Акса очень сильный. А когда кого-то Каллинг Блейдом разрезает Акс, то на окружающих юнитов, на окружающих героев кастуется Батлхангер. Очень неприятно. И еще режется 30 урона у всех героев противника, собственно, за каждый Каллинг Блейк. То есть, как я понимаю, там их можно стакать, и то есть два Каллинг Блейда, это, соответственно, минус 60. Думаю, я, думаю, я прав. Думаю, я прав. Что, что-то на место начинается, а текстурм ставится по Каллинг Блейдом, Каллинг Блейдом загуляла. Как же мне нравятся дизрапторы все-таки, но они очень мощные саппорты, ребят, серьезно. Почему дизрапторов так же не банят, как инвокеров? Или как Манки Кингов, которого, кстати, прошу обратить ваше внимание, вообще не забанили в этом пике. Он не в пике, не в бане был. Видимо, сказывается последнее изменение, когда теперь ультимейте Манки Кинга не срабатывают Абисал, не срабатывают Башеры, плюс не дают дополнительного урона, дают дополнительную броню. То есть порезали ром МК. МК теперь только, наверное, как у Флэйнер, Керри, мидера себя хорошо покажет. То есть тот парень, который будет иметь айтемы на позиции рома, он сейчас не так хорош. Что ж, башня падает. Т2 тавер на топе сейчас падает от Сакинсан Склад. И это был предпоследний внешний тавер. А Егиса, конечно, пока у Фауна нет. Рошан закастуется, череку спи закастуется, появится через хрен знает сколько секунд, потому что мы не видим этого. Ну вот так вот, можно сколько здесь, ну чуть-чуть осталось буквально. А Фауна идет, Фауна идет, у них есть Арбузик с РП. Кстати, Арбузик дальше выходит в Фэндов Мидас, как вам такое? То есть не дай бог будет лейт, Арбузик вам всем все объяснит. Пока расходится, пока расходится команда Сакинсан. Отпушивать лень, Император отошел. Отпушивать вот так вот. И пока вот Саевова через Диджи Зло ломают мид. Что ж, в итоге снайпер-то себя этот оправдал, не смогли его унести, он сейчас очень больно настреливает, очень хорошо, у него 1400 хп, он очень неприятный, кинтовчик рвается на одного огра. Тут ставится хороший прокаст от Сахами. Сбревают снайпера, сбревают Огрмага, ну зачем же мы так вот вдвоем-то здесь остались? Фауна еще как бы не цепанули. Фауна спрятался. Фауна спрятался и ушел. Прекрасная игра от него, да да еще надо забрать. Ой, да. Масков Мэнос покупает для себя Урса. Дезолятор Масков Мэнос. Когда-то мы бы сказали, что за днуб Дезолятор Масков Мэнос, они же не сдагаются. Ребята, Дота Реборн, все стакается. У нас ультимейт орбов осталось, господи, уникальных модификаторов атаки осталось раз-два и обчелся. Поэтому Дезолятор Мамочка, погнали. Дрим, две тычки, осталось меньше одной четвертой. Хлебал, ой-ой-ой, какой отрабузик, отличный, конечно, импауэр, но не там бьет, не там бьет Фауна. Ставится Сатик Шторм, Сатик Шторм сейчас по всей команде. Zero Squad, троих, четверых, рампага. Рампага для Фауна, вау. Вау, вот это игра, 23-я минута, сейчас просто Сакен Сан Скуад не оставляют вообще шансов для Zero Squad. Ё-моё, вот это игра, я должен пометить это нашему парню, скажу, что сейчас был тут такой на 23-й минуте Махач. Фалан объяснил. Ребят, я все-таки советую Вальван вернуть Дезолятор уникальный модификатор атаки, ну потому что, ну Момка Дезолятор это вообще нормально. Арбузик воткнул РП сюда, когда Фалан был здесь, он даже не успел добежать, но все-таки отличный Статик Шторм и Кидатик Филд от Дезраптора. Даже в такой ситуации, вот это игра, вот это игра от Сакен Сан. Ломают, понятно, мид, ломают уже много чего, 15 тысяч преимущества у них. Да, Герокоптер не смог, Герокоптер не смог, вопа не смогли, не самые стандартные персонажи для нынешней миды, и вот показывает нам, что все-таки мета это золото. Кентовчик Форстав, кстати, будет выходить, не вагоним, ну и Кентовчик умирает. В атаку, ну, эстоверный в атаку не сильно походишь. Не понимаю даже, какие на самом деле здесь ауты-то остаются у команды Zero Squad, потому что, ну, очень бедные Сахами, очень бедные, очень бедные банально все. Поэтому какие-то вот аутпики, аутмувы какие-то против таких Сакен Сан, это, конечно, невероятно, потому что 15 тысяч преимущества на 24-й минуте, это, скорее всего, 3-2 для Сакен Сан Скотта, и они возвращаются. КПГ Гейминг, возможно, еще и второй раз возьмут чемпионство, потому что, конечно, играть они умеют. И это мы видим сейчас. Банально, я считаю, все-таки аутпик с их стороны был, ну, хороший у них пик был, очень хороший. И сейчас реализация прекрасная, Фалланд забирает для себя второго Рошана, а третьего, прошу прощения, сырный даже. И вот с этим вот Момкой и Дезолятором объясняет очень больно. Прям даже мне захотелось так собраться, сейчас прям пойти в папочки после этой игры, и взять Урса Вориора, взять маску и Дезолятор, и пойти объяснять пацан. Особенно, когда против тебя Гирокоптер. Сколько у него сейчас брони? Ну вот, 15. Половину брони срезает. Что ж, до 25-й минуты. Интересно, насколько еще затянут Zero Squad, или наоборот, насколько затянут Sacking Sun Squad, потому что я считаю, что здесь уже все банально понятно. Что-то предпринять здесь Zero Squad, ну, слишком сложно. Слишком сложно, слишком невероятно. Это как вот, как вот должна выглядеть, как должен выглядеть этот идеальный замес для них? Ну, первым убивают непосредственно Дезраптора до того, как он кастанет свой Статик Шторм. Еще и Магнусу бы хорошо как-нибудь заткнуть. Куинту Пейн, чтобы Арчитом запрыгнула. Куинту Пейн должна хорошо запрыгнуть, потому что мы ее не видим, последняя замеса. Она умирает Статик Шторм постоянно. Так, фалон, 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 Сахами! Ну, Гирокоптер! Гирокоптер! Гирокоптер умирает. Еще и Тренд Протектор сейчас, скорее всего. Гирокоптер абсолютно остается вне конкуренции. Пейреллу еще прыгает. Вот так вот отлично с Хами байбекается, конечно, пытается что-то делать. Дрим тоже байбекается, но... Два байбека, но не отходят с Кенсан, не отходят. У фалона все еще есть Аега. У фалона есть сыр, о чем уж мы говорим у него. Травела даже, лишние деньги есть на травела. И Урса Вориор. Ждет, ждет. В кого бы прыгнуть? Батлхангер на Урса Вориора. Блинкануться теперь не получится, но он и так, знаете, сможешь ли объяснить. Ну вот, сейчас просто запрыгивают в него. Статик Шторм кастуется наверх. Плохой Статик Шторм. Из него абсолютно все выбегают. И сейчас, сейчас, сейчас. Фалон выходит после Эгиса. Сахайм пытается что-то объяснить. Стоит. А что стоит? А, блинканулся. Блинканулся на Сартус. Сартус умирает. Отлично, Фалон. Фалон очень больно просаживает. Сахайм пытается его все-таки расстрелять. Но сыр, сыр съедает Фалон. Больно. Двойное убийство для Фалона. По РЛ еще. Но РЛ просто блинкуется. Диджей зло. Диджей зло просто стреляет. Вот ГГВП пишет команда Zero Squad. И понимает, что ну сейчас как-то камбэчить уже невероятно. РП от Арбузика. Тройное убийство для Фалона. Победа с Second Son Squad. Мы поздравляем КПГ Гейминг. Мы поздравляем Императора с его командой. Вот в таком вот возвращении. Я бы ну так это и назвал. Триумфальное возвращение. После плохого начала на Overgrow Cup. Сейчас уже это счет 3-2. Сейчас у них уже 9 очков. Они могут бодаться. Они могут побеждать дальше. С таким настроем. С такой игрой. Конечно же побеждать они могут. И даже должны. Ну давайте наверное какую-то аналитику проведем по этому матчу. Хотя на мой взгляд здесь все предельно ясно. Это Фалон. Я все еще настраиваю, что это... Вот есть соревнования 1 на 1. Он лимит. Я хочу увидеть соревнования керри на керри. Потому что неймлесс и Фалон. Я вот сейчас только что хотел назвать Фалона лучшим керри на нашем турнире. Но я вот насчет еще неймлесса не уверен. То есть может неймлесс все-таки лучший. Знаете, мы это увидим, думаю. Нибали, Янг все еще могут встретиться с Кенсаной. Думаю встретятся. Там мы поглядим, кто лучше керри. Фалон или неймлесс из команды Нибали, Янг. Ну а по этому матчу, думаю, все предельно ясно. Фалон. Да, не тролли. Но примерно по механике похожий потс. Даже еще, который, казалось бы, в определенных ситуациях сильнее. Отличное начало. 4-0 для него. Сартас банально нафидил. Диджей Зло. Не унизили в меду. Хотя должны были через Релла. Должны были через Дрима. Мороуз. Прекрасное начало. Дабл килл для себя вначале оформил. ФБ для себя забирал. Арбуз. 0-1, скажете, 13. Да вы видели его РП. Арбузик великолепно. Плюс как он стоял против Сахами. Ну, Сахами не нафармил только благодаря Арбузику, я считаю. Ну, и Император. Капитан команды. Который своих, конечно же, ребят давал им инфу. Всячески контролил, как в стратегии. И статик шторм его божественный. Ну, а Zero Squad. Все, все вот зеркально противоположно. РЛ. Не смог хорошо противостоять своему мидеру. Дрим. Хорошее, казалось бы, начало. Да, он там сделал для себя фраг. Но вот дальше не пошло в меду. Опять же, не смог помочь своему мидеру убить Диджи Зло. Правильно. Сартес нафидил Фалану. Кентовчик вышел в оффлейн. Казалось бы, в стрипле у них была хорошая идея через Дрима Сартеса и Кентовчика. Но слабая оказалась стрипла. И Кентовчику пришлось уйти в лес. Дальше он не выформил Сахами. Не выформил, потому что Арбузик. Что ж. На этом я с вами прощаюсь. Победа с Экинстан Squad. 33 на 12. Для вас комментировал Норов. Это Overgrow Cup. Сегодня это последний матч.